Добро пожаловать на «Час благодати». Это ежедневная программа, которая помогает нам изучить веру в практическом смысле. Меня зовут пастор Джейсон Мор, и рядом со мной пастор Брайан Лэнч. И мы сегодня будем говорить о прославлении. Мы на этой неделе говорим о теме спасения, и мы очень рады распаковать, так сказать, эту мысль о прославлении. И мы с пастором Брайаном недавно дискутировали об этом. И действительно, меня коснулось то, о чем мы говорили, что будущая реальность, прославление несет в себе настоящие преимущества. И это напоминает мне о том, о чем говорил пастор Римлянам 15.4. Прославление несет в себе надежду. И я бы хотел, чтобы вы поделились, но Римлянам 15.4, ибо все, что было написано, написано ради нашего наставления, чтобы мы терпением и утешением из Писаний могли иметь надежду. И пусть Господь терпение и утешение даст вам единство в вере. Итак, прославление — такое крупное слово, мощное слово. Прославление, может быть, иногда кажется нам слишком высоким словом. Каким образом прославление несет в себе надежду? Что вы думаете об этом стихе? Во-первых, давайте определим. Мое понимание, что мы на этой неделе говорим о спасении. И в этом комплекте, так сказать, спасения, когда человек начинает верить во Христа, он спасен. Он исповедал Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, он становится спасенным. И в этом комплекте спасения так много всего. Однажды пастор Мати Сирвия сказал, что спасение — это как Рождество. Вы получаете все подарки сразу, и потом всю жизнь мы их распаковываем. Итак, спасение — это целый комплект, это целый набор. Мы говорили об этом вчера, мы говорили об освящении, а теперь мы с вами говорим о прославлении. Когда я думаю о прославлении в отношении спасения, я, прежде всего, говорю о римлянах 8 главе. Мы видим здесь, что Бог — это тот, кто прославляет нас. В 29 стихе говорится, «Тех, кого Он предузнал, тех и предопределил». Мы говорили о предопределении, мы могли бы говорить об этом сегодня, но сегодня не будем. Предопределение означает, что это точно будет в будущем, случится с нами, это определено. А кого Он предопределил, тех Он призвал. А тех, кого Он призвал, тех Он и оправдал. А кого Он оправдал, тех Он и прославил. И все пять слов предузнания, предопределения, призвания, оправдания и прославления, они все находятся во времени аорист, активный залог, индикатив. Это то, что уже произошло, произошло в единое мгновение. Все пять слов соединены друг с другом. И они соединены также с прославлением, и прославление – это как финальная стадия, последний шаг. И я буду кратко об этом говорить, у нас будет дискуссия, в конце концов, пастор Джейсон. Но перед этим посмотрите на то, о чем говорится в самом начале. Он говорит о Духе. Это начинается с седьмой главы послания к римлянам, когда верующий запутан, он пытается жить в соответствии с своей совестью, со своей системой закона внутри совести. У него осуждение, он запутан, и он начинает провозглашать победу только через Господа Иисуса Христа, потому что Христос сделал то, чего мы не могли сделать в своей плоти. И он осудил закон плоти на своей плоти. И Дух обновления ума нашего с 12 по 17 стих говорит об этом. И затем будущая слава с 18 стиха говорится о будущей славе и о стенающем творении, что все творение в настоящий момент стенает в 19 стихе. И затем также и мы стенаем в 23 стихе. Мы ожидаем искупления наших тел. И также Дух наш стенает. Все это ожидает окончательного спасения, которым является наше прославление. Так же четко, как мы знаем, что мы спасены, так же мы знаем, что мы будем прославлены, и мы можем думать о себе в этих реалиях. И это мотивация, это радость для нас, это английское слово, которое мы используем, в этом смысле это надежда. Каким будет завтра? Оно будет замечательным. Почему? Потому что я знаю, чем оно для меня закончится. Конец для меня будет славным. Это Господь сам прославит меня. И это так же надежно, как и то, что Он спас меня. А между этими двумя моментами мы в своем смертном теле проходим через искушение мира, сложности в поплоте, искушение дьявола. Все эти вещи являются частью нашего опыта. Мы люди, сделанные из плоти и крови, но это не конец истории. Конец истории наше прославление. Мы начинаем, если бы мы начали жить с конца, так сказать, то мы могли бы жить в надежде, жить этой надеждой. Может быть, вы могли бы рассказать о том, как это, как прославление помогает тому, кто живет эту человеческую жизнь среди испытаний, какими бы они ни были в нашей жизни. Мне очень понравилось, как вы охарактеризовали, что есть надежда. Один писатель называет прославление как бескрайняя надежда. Это слава Божия, которая будет выражена таким необъяснимым образом. Когда мы иногда читаем конец книги, мы понимаем, что мы победим, и это такая надежда для нас, потому что мы в команде победителей, мы преобразимся в образ Христа, мы станем такими, как Он. Прославление будет тогда, когда мы увидим Его, и мы станем, как Он. И это мотивирует нас доверять, мотивирует нас жить надеждой в то, что сказал Бог верно, что это то, чему мы можем доверять, что это совершится. Евреям 11 глава. Три вещи, которые пришли мне на ум, когда вы говорили, это дает нам надежду, дает нам цель, и также показывает нам, что конец нашей веры точный. Например, я прохожу через сложные испытания, огненные испытания, но эти испытания добавляют нам степень славы, которая останется с нами до самого конца вечности, и также будет служением для других. Мы учимся Христу, мы становимся подобными Ему. Вот почему могила, и мы говорили об этом, могила может быть таким местом разрушения для того, кто не знает Бога. Пастор сказал недавно, у нас есть Библия, у нас есть надежда, если Библии нет, надежды нет. Таков же принцип. Если мы не знаем конец, конец истории, то будет страх, будет великое замешательство. И так мы смотрим на смерть, что смерть это на самом деле мостик в вечность. И знание о вечности меняет то, как мы живем сегодня. И это мотивирует нас, мотивирует нас к любви, к надежде, и также к уверенности. Евреям, 11 глава, очень интересная глава, я ее очень люблю. И я часто читаю ее, когда мне нужна перспектива. Заметьте, здесь говорится о героях веры, которые умирают в 13 стихе, не получив обещанного, но они видели издали. Они схватились за обетование, они провозглашали обетование. И так, прославление также для нас является такой помощью. мы видим издали, через затуманенное, запотевшее стекло, но мы видим, что начало это Христос, середина Христос и конец это Христос. Мы внутри Христа, мы преображаемся в Его образ, в нашем опыте. И вот мы видим героев веры, которые избрали объять, охватить и провозгласить обетование. И они умерли, не приняв, не получив этих обетований. Это невероятно, но они были убеждены в них. Это очень интересно. Итак, как мы можем получить доступ к преимуществам? Что является паролем к этой банковской карте? Не рассказывайте нам свой пароль. Как не получить те ресурсы, которые мне необходимы сейчас здесь, в моем измерении, в моем пространстве и времени. Я могу получать это в своей плоти, через свои дела. Так многие люди имеют надежду, надежду на то, что их рак будет исцелен. И это удивительная вещь, потому что, конечно же, никто не хочет болеть. И это замечательный день, когда люди исцелены, когда исцелено человеческое тело. Даже естественный процесс исцеления это чудо. но не в этом наша надежда. Это не та надежда, о которой мы говорим. не верим в то, что все станет однажды лучше. Мы не верим в то, что завтра я буду парнем получше, чем сегодня. Но та надежда, которая есть у нас, это та надежда, что у нас есть доступ к сверхъестественному. как Петр сказал в 1 Петра 1.5, что это надежда живая, которая есть внутри нас. Наша вера испытана, и у нас есть живая надежда в этой испытанной вере. Вот что раскрывает наше испытание, это то, чему мы доверяем. И римлянам 5 глава говорит, что у нас есть доступ по вере, к той надежде, в которой стоим, и на что мы уповаем. Вот почему я радуюсь в моих испытаниях, потому что испытание производит терпение, терпение, опыт, опыт, надежду, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась сердца наши. О чем мы говорим здесь, что мы начинаем с испытания, с трудности, это то, что вы не пригласите в свою жизнь никогда. дверь была закрыта, никто не стучал, не звонил, но она ворвалась. Я не знала, сказала одна писательница, что вошел мой друг. Вошел мой друг. Это там, например, вошел Арнольд Шварценеггер и сказал, я пришел испортить вашу и он портит вашу жизнь. Но в действительности то, что сказал Павел, он сказал, что я радуюсь в страданиях и испытаниях, потому что работает во мне процесс, и этот процесс в конечном итоге приведет к тому, что Божья любовь будет излита в мое сердце, и прославление становится тем, чего я так жду, на что я уповаю, это моя мотивация, и вот что я хочу сказать, что единственный путь, как я могу войти, получить доступ, это вера. Например, сейчас пребывают СИИ-3, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Итак, вера, надежда это на стороне нашего человеческого опыта. Не будет никакой веры, никакой надежды, когда мы будем сидеть рядом с Иисусом лицом к лицу, но любовь останется. Итак, вера это доступ к этой надежде. Вера, потому что я верю в то, что было обещано Богом, которые рассказывают мне о конце истории для моей личной жизни, не только о конце света, о прославлении, когда он вернется за церковью, когда он вернется в славе, но также мы лично, каждый будет прославлен, и это конец моей игры, как индивидуума, это замечательно. Люди теряют видение конца, что Бог в конце концов будет верен, и он является верным. Нам стоит напоминать себе об этом. Надежда, это замечательное слово, которое является откровением всегда. Мы живем иногда в таком туннеле наших ситуаций, испытаний, испытания становятся таким массивным, мы не хотим уменьшить ваши ощущения страданий, но мудрость дает нам мышление вперед, видение дальше, что Бог, ты будешь верен, вне зависимости от того, как все происходит, я знаю, что ты будешь верен. 1 Коринфянам 15, надежда, это послание Евангелия, 1 Коринфянам 15, 42, я хочу прочитать вам, чтобы процитировать верно, здесь говорится о несовершенстве, которое облекается в совершенство, слабое облекается в силу, и это то, что происходит с нами ежедневно, это прекрасное слово, у нас есть доступ, мы проходим с Богом на Его условиях веры, 1 Коринфянам 6, Евреям 11, 6, вера, это то, что угождает Богу, но в 42 стихе 1 Коринфянам говорится воскресение мертвых, когда то, что посеяно в тлении, пожнет нетленное, то, что посеяно в слабости, пожнет силу, и так естественное тело пожнет сверхъестественное тело, и так может быть у нас есть трудности в настоящем мире, но будущая реальность учит меня, что не всегда будет так. Однажды мы будем воскрешены в силе. Слабость это то, как я познаю Бога, когда мы сильны в Боге через веру, и у нас есть доступ через веру к этой силе, и это слово оправдание, Бог провозглашает, называет нас праведными и освященными, и так, и это финальный результат этого практического освящения, когда мы получим в реальности то, что мы сеем сейчас по вере, 1 коринфянам 3, 2, и это тоже хороший стих, о котором стоит подумать, как есть, вечная я есть, как есть, и такими являемся мы, это говорит об отождествлении, это не говорит о нашем поведении, хорошей оценки по поведению, может быть, перейдем немножко на более личный уровень, когда некоторые люди слушают нас сейчас, и то, что вы сейчас прочитали, что есть естественное тело, и есть духовное тело, и так, вот это тело, которое вы видите, это не наше естественное, не наше духовное тело, потому что оно еще не было посеяно, похоронено на 3 метра вниз, и мы близко к этому, приближаемся с каждым днем, Господь близок, но каждый из нас может уйти в любой момент, и существует множество хороших способов, не будем об этом говорить, не в этом смысл нашей беседы, но Павел сказал, я не хочу умереть, хочу быть прославлен, он говорит, у меня нет проблемы с тем, чтобы жить, но я хочу прославление, и я так же, я не могу дождаться, это будет здорово, мы будем путешествовать быстрее скорости света, это будет супер, не знаю, будет ли адреналин в нашем духовном теле, но я думаю, что мы будем чувствовать себя замечательно, но если мы подумаем о нашей плоти, о которой так часто говорит апостол Павел, в нашей плоти множество того, чего мы не можем контролировать, импульсы, которые попадают в нас, из места, которые мы вообще не знаем, подсознание, это просто какая-то черная коробка, мы не знаем, как залезть туда, мы не контролируем свои сны, импульсы, исходящие оттуда, вы не можете контролировать свои сны, так много реакций в нашей жизни, иногда эмоции захлестывают нас, наши мысли захлестывают нас, и также то, что происходит с нашей плоти, мы можем заболеть, можем стать уставшими и слабыми, так много вещей, которые выше и больше нас, но иногда есть искушения от дьявола также, и из мира, и в нашей плоти есть тенденции, которые пытаются найти решение для наших похотей, просто это дело, я хочу поставить ударение на реальности, что не через плоть мы с вами испытаем радость в Господе, когда ученики изгоняли бесов во имя Господа, они были настолько восторжены, они просто были настолько продуктивны, они получали человеческую награду славы и радости, и также мы с вами радуемся, когда получается сделать определенные вещи, но Христос сказал, не радуйтесь в том, что вы можете произвести, не это является источником радости, не радуйтесь в этом, и мы учимся, и мы учимся отделить вот эту радость, мы не хожу, я от одного христианского концерта к другому христианскому концерту, от одного служения к другому служению, потому что Господь говорит, то, что вы производите, и ту радость, которую вы можете воспроизвести, это не моя радость, моя радость происходит от того, что вы знаете, что я сделал для вас, и стабильность вашей жизни основана на том, что я сделал только я, это то, что точно, уверенно, непоколебимо, и мое тело будет полностью разрушено, иногда я не могу даже встать с кровати, но это точно, это непоколебимо, и это то, в чем я могу радоваться. по всему Новому Завету мы видим, так много христиан пытаются контролировать эту жизнь земную, пытаются сделать эту жизнь, эта доктрина «пусть воля твоя творится на земле, как и на небе», что как будто бы здесь на земле мы с вами создадим рай, но вы знаете, когда придет Христос, он разрушит всю эту систему, он полностью восстановит весь дом, он разрушит все и восстановит заново, и он сделает то же самое с нами, это тело, у нас запутанные эмоции, запутанные мысли, вот о чем говорит автор евреев, они не приняли обетование, они прожили по вере, без веры Богу угодить невозможно, как вы можете быть удовлетворены только из-за Бога, нет других причин, посмотрите на весь мир, который просто идет в ад, и это так очевидно сейчас, посмотрите на собственное здоровье, посмотрите на свои семьи, на то, что происходит в них, как можно быть оптимистом и иметь какую-то радость в настоящем, как можно славить Господа, основываясь на земном, мы славим Бога только из-за того, что мы видим невидимого, когда ты говоришь, я думал о том, что надежда это такая перспектива, мы думаем сегодня о нашем мире, который просто бушует, мы можем думать в естественных реальностях, или мы можем видеть невидимого, евреям 11, 27, смотреть выше, мы ожидаем того, что произойдет доброе, не на основе нас самих, как христиане, мы можем быть настолько активны, пытаясь контролировать и произвести что-то, но прославление это обетование того, что сделал Бог, и что мы испытаем на своем опыте, и вся наша надежда основана на нем, у нас есть цель, значимость, ценность, из-за того, что сделал он, и эта мысль о надежде, когда человек теряет надежду, когда он теряет перспективу, или он становится циником, когда он перестает верить в истину, но вера это такое чудо, это такая тайна, когда мы доверяем не на основании того, что мы видим и знаем, но верим в истинность Библии, мы верим, что даже пунктуация в Библии помазана, мы верим в разнообразие Библии, что это письмо любви человечеству, и это то, что дает нам великую уверенность, утешение, и наши сомнения, это не является неправильным, если они ведут к более глубоким ответам, сомнение может и увести нас, если нет границ истины, я люблю эту мысль, первое, Иоанна 3, мы говорили об этом с тобой раньше, вы сказали это слово отождествление, я обожаю это слово прославление, у нас есть надежда, если мы пострадаем с ним, мы будем править, однажды мы будем, как ты сказал, мы будем двигаться со скоростью мысли, мы будем пребывать там, возлюбленные, теперь мы дети Божьи, но еще не открылось, извините, потерял, еще не открылось, кем мы будем, но когда он откроется, мы станем как он, потому что увидим его таким, какой он есть, и такая надежда на очищение, итак, чистота, что вы думаете о чистоте в этой надежде, чистоте надежды, что он говорит здесь, если я в действительности верю, что если я увижу его, я стану как он, и 1 Кориевн 13 говорится о том, что мы познаем его, как мы узнаны, мы узнаем его настолько хорошо, настолько глубоко, потому что мы станем как он, мы не будем знать его только в том, что мы зрительно узнаем его, или умственно узнаем, но просто мы испытаем именно то, что испытывает он, и наше восприятие всего изменится, мы будем изменены полностью, мы будем изменены во мгновение ока, у нас будут воскрешенные тела, римлянам 8, 28, будет искупление наших тел, о которых мы стенаем, в которых мы стенаем, когда мы умрем, это только часть истории, если бы мы были воскрешены, душа, дух и тело, вверх, но те, кто умерли во Христе, их тела воскреснут прежде, и их тела встретятся с их духом и их душами, которые сейчас находятся в этом промежутке времени, ожидая искупления тел, и когда вернется Христос, это произойдет, он вернется для вознесения, и он вернется уже после периода скорби на землю, и земля будет преображена, мы будем готовы для тысячелетнего правления, и земля будет готова, чтобы принять нас, и так есть две серии, первая серия, что когда я умру, моя душа и дух будут с Господом, но я еще не буду прославлен, до самого момента, когда мое тело будет искуплено так же, мое плотское тело превратится в духовное тело, и я стану завершенным дух, душа и тело воссоединяться, освящение духа, души и тела. я думал, каждый, у кого есть эта надежда, какой же он надежде говорит, это не надежда, что мы станем христианами получше, или надежда, что работа будет круче, или у меня брак станет получше, если мы надеемся на все это, то это не та надежда, он не об этой надежде говорит здесь, он говорит о надежде, которая будет раскрыта, когда мы увидим его, мы станем как он, вот какова наша надежда, и она так же истина, как и его слово истина, и наша вера именно в этом слове, и это производит в нас все, что нам необходимо. как я могу оставаться в сложном браке, как я могу оставаться оптимистом, я думаю, что христиане неизлечимо оптимистичны, неизлечимо оптимистичны. Павел сидит в тюрьме, и он говорит, я в Божьей тюрьме, я узник Господа, ты что с ума сошел, ты никакой не узник Господа, ты узник Римской империи, ты в тюрьме, и с тобой обращаются как с мусором, ты ничего неверного не сделал, ты не преступник, а Павел говорит, что он неизлечимо оптимистичен, он говорит, о, я узник Господа. Потом его в конце концов освободили, но в самом конце, когда он сидел за решеткой, он говорил, Господь со мной, Господь со мной во всех испытаниях, и, пожалуйста, не обвиняйте их, он жил в совершенном покое удовлетворение, он говорит, меня ждет венец славы, и для всех тех, кто ожидает его пришествия. И так Павел смотрит на прославление, как будто бы оно прямо перед его лицом стоит. Давид говорил, я только в шаге от вечности, или я в шаге от небес. Это такая мотивация. Я могу жить таким образом, римлянам 6, почему я делаю то, чего я стыжусь, когда на самом деле я уже умер и воскрес со Христом. Зачем мне это проходить? Если я уже прославлен римлянам 8, 29, я уже посажен с ним на небесах. Это истинные реальности. я глубоко хочу желать, чтобы это работало в моей жизни, чтобы изменилось мое исповедание, изменилось то, как я смотрю на других. Это так масштабно. Перспектива очень связана с нашей целью. Например, у меня есть рак, но рак не держит меня. У меня есть вещи, но вещи не обладают мной. Это очень важный пункт, потому что мы можем потерять наш фундамент, нашу ориентацию, и мы можем стать субъективными, подчиниться под давление и вес испытаний, или вес, или давление проблемы. Также мы можем пытаться изобразить что-то, когда внутри дефицит, но прославление говорит, что говорит Христос, что сделал Христос, исповедует то, что утвердил Христос. И я обожаю это слово, когда мы говорим об уверенности. Бог не просто ходит рядом, но Он несет нас, Он наполняет нас, Он служит нам, Он дает нам источник, энергию нашей веры. Я думаю, что многие христиане сейчас теряют веру, по многим причинам уходят от веры, потому что они теряют перспективу и видение тайны Евангелия, но также главенство Евангелия. Это шедевр, шедевр. Когда вы думаете о небесах, когда вы думаете о вечности, это просто во много раз превосходнее того, через что мы проходим. Я не могу этого тронуть. Хоть о небесах говорится двести три раза говорится об аде, восемьдесят семь раз о небесах. Мы на самом деле не до конца понимаем, но это видим на основании Писаний. Но доверяю ли я ему, уверен ли я, что несмотря на то, что я этого не понимаю, я продолжаю верить. Вот почему прославление говорит, Господь будет верен всем своим обетованиям. Это очень ободряет. И христианин, который теряет ориентиры, у тебя сила, у тебя вера потеряла центральный ориентир. Вернись к центральному ориентиру прославлению и Евангелию. И послание к римлянам говорит, что думать о плоти это смерть. Римлянам восьмая глава говорит же нам и так римлянам восемь, «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут». И в девятом стихе он говорит о верующих, но вы не по плоти живете, а по духу. Я слышал, как об этом учат, что мы можем быть плотскими или может быть не плотскими, верующие. Но Павел пытается объяснить, что из-за спасения вы в духе, вы духовное существо, вы духовный человек. У вас есть разум Христа 1 Коринфянам 2,16, но также у нас есть Святой Дух, который говорит нашему Духу, что мы дети Божьи. Он не осуждает нас и не говорит нам о том, что мы не являемся, но он утверждает и рассказывает нам, что мы дети Божьи и мы верим в духовное, которого не видим, как будто бы оно существует, как Авраам смотрел на свое омертвелое тело, и у него была еще надежда из-за обетований Божьих. И все это является работой духа и духовной жизни и не имеет никакого смысла, если нет прогрессии, что все, что на земле, все дисциплины, например, вы качаете железо, качаетесь, наращиваете мускулы и в один день теряете, вам надо продолжать качать их, и если вы останавливаетесь, вы становитесь слабыми, или, например, три недели игры на скрипке, чтобы прийти к определенному уровню игры какого-то произведения, а потом два дня вы не поиграли, и вы все потеряли, и так все прогрессивно, и вам надо продолжать работать над чем-то, но это противоположная картина, о которой мы сейчас говорим, мы с вами получаем результат, он автор, он уже завершил, мы уже на финишной прямой, мы уже выиграли, это противоположность человеческой жизни, римлянам 8 говорит о том, что ничто не отделит нас от любви Божьей во Христе Иисусе, он уже доказал нам эту любовь, когда умер за нас, кто может обвинять избранных Божиих, Христос умер и воскрес, и это просто это это прогрессивная зрелость, да, зрелость, нарастает зрелость, которая зрелый верующий это тот, кто отдыхает в обетованиях Божьих и смотрит на прославление как на реальность и живет в этой реальности в настоящем времени, что наполняет наше прославление, наше пение, наше слово, потому что он нагрузил нас уже своими преимуществами, потому что в мире происходит преобразование, трансформация, мы идем от конечного результата, и мы не притворяемся, и мы можем покоиться, отдыхать в этом, потому что он это сделал, и мы изменяемся, преображаясь в его образ. Первое Коринфянам 3, помазание Божие, это безграничная слава, мы думаем о Боге, и вы коснулись очень интересного стиха, стиха Евреем 12,2, что мы взираем на Христа, начальника и совершителя нашей веры, как это меняет то, как мы можем вести себя в испытаниях, потому что в грехе есть тяжесть и бремя, и у славы Божьей есть тяжесть и вес. Когда у нас есть понимание конца игры, завершения игры, мы можем все эти тяжести и бремена взвалить на него, и наши проблемы могут не уйти, но перспектива меняется, и бремя, тяжесть уходит. 12,1, отложите всякое бремя, всякий вес, есть вес, который производит выносливость, силу, нарабатывает силу, но также есть плохой вес, который производит стресс, страх, самоориентацию, субъективность. Я хочу, говорит Бог, нести твой вес и твое бремя, чтобы ты мог бежать в свое поприще, чтобы ты смог дисциплинировать свое разочарование. Я думаю, что бремя, вес, тяжесть может приземлить христианина, приземлить его, прибить к земле, компрессия, опрессия, но я хочу разобраться с этим весом, с этим духом тяжести и дать тебе одежды хвалы, потому что в конце мы будем говорить, что все это того стоило. Сейчас я этого не вижу, но в конце скажу, о, это того стоило, я увидел верность Божию. Я пробежал поприще с верой, с терпением. Он понес это бремя и тяжесть. И я научился этому в конце концов. Через процесс освящения, это такое путешествие, я думаю, что бремя, тяжесть, женщину, которая была согнута, Иисус распрямил, и это была демоническая тяжесть, которая лежала на ней. И когда мы думаем о надежде прославления, это может нас поднять, распрямить. И я теряю этот ложный баланс, приобретаю истинный баланс. Иисус сказал, что бремя легко. Есть тяжесть, есть бремя, но это легкое бремя, которое на самом деле как гелий, который поднимает нас. Это даже не весит как воздушный шар, а это как надутый гелием воздушный шар, который поднимает, а не обременяет. Подумайте о том, насколько христианская жизнь может быть тяжелой. Но это противоречит тому, что сказал нам Господь. И если она тяжела, тогда нам стоит научиться от Иисуса Христа. Он говорит, научитесь от меня, я дам покой душам вашим. Если понесете мое бремя, я дам покой душам вашим. Христианская жизнь это противоположность тяжести. Но жизнь сама по себе она тяжелая. Она тяжелая. Если мы живем во плоти, она тяжелая, она разрушает, она сокрушает. Павел, он чемпион, чемпион целеустремленности, перспективы. Он видел все это через откровение, которое открылось ему в Боге, и он открыл его нам. Ему было дано откровение, откровение благодати. И он это расширил, пережил это, и у него было это сверхъестественное понимание, насколько завершена завершенная работа, насколько экстремальные, если можно так выразиться преимущество для нас. Также откровение тела Христа, не только тело Христа, которое происходит здесь на земле, но более того, он говорит о конце всего, когда тело Христа будет сформировано навеки, и мы всегда будем с Господом едины с Ним. И когда вы взираете на это, это то, почему мы сохраняем единство здесь на земле, в этом пространстве, мы остаёмся вместе, из-за чего? Из-за Него. Неважно, согласно, мы делаем одно и то же. Нет основания нашей веры, но основания того, что Он сделал, и оптика, как Он смотрит на вещи у апостола Павла невероятная, что у нас есть Его послания, когда мы можем концентрироваться на всём том, что сделал Христос, на той надежде, которая есть в Нём. Это надежда славы, Колоссянам первая глава. Мы слышали в нашей истории, что если мы страдаем, мы страдаем ради других, и это даёт нам понимание, что люди наблюдают за вашей жизнью, они слушают, что вы говорите, какие решения вы принимаете, когда вы проходите через огненную печь испытаний, есть перспектива помазания, и мне нравится это слово доступ, доступ к Богу, и мы действуем на основании этого доступа, и люди учатся тайне веры, тайне благодати, тайне терпения, я живу эту жизнь, но я готовлюсь для следующей жизни, приготовься к встрече с Господом, приготовься к встрече с Господом, означает, что то, что вы делаете сейчас, влияет на вашу вечность, и ваша вечность влияет на ваше настоящее, будущее реальность имеет настоящее преимущество, у нас была замечательная дискуссия, и мы закончим стихом, Псалом 26-18, я бы упал, если бы я не увидел благость Господа, ожидайте от Господа, и Он укрепит ваше сердце, ожидайте от Господа, надейтесь на Господа, и мы сейчас в стадии ожидания, но это активное ожидание, это упование, оно энергизирует нас, придает энергию и надежду, и живую надежду, верующий никогда не является бездельником, даже если я в больнице борюсь за свою жизнь, это не безделье, я являюсь благоуханием для всех, кто вокруг меня, это просто вопрос времени, прежде чем я увижу его, и это сверхъестественно мотивирует меня, невидимый станет видимым, и мы ожидаем великой надежды, минут, вот